Доброго времени суток, друзья! С вами гроссмейстер Максим Чигаев и рубрика «Партия недели». На сей раз мое внимание привлекла партия парагвайского гроссмейстера Невриса Дельгада Рамиреса против международного мастера из Бразилии Роберто Молина, которая была сыграна в девятом туре традиционного бразильского фестиваля Florepa Open. Итак, начнем. Е4. Е6 французская защита у нас. d4, d5, конь d2, c5, конь gf3, cd, конь d4, конь c6, слон b5, слон d7. Здесь парагвайский гроссмейстер побил он с 6 слоном, хотя в основном у нас теоретические дискуссии в этом варианте ведутся после хода конь bc6, bc, слон d3, слон d6, ферзь e2, e5, c4, d4 и так далее. Ну, слон с 6 тоже ход возможный, но, конечно, перевеса он не дает. Последовало bc, короткая рокировка, ферзь c7, ладья e1, белые стараются как можно быстрее развить фигуры, играть активно, потому что у черных перевес двух слонов, следовательно, белым нужно играть агрессивно, иначе этот перевес черных будет нарастать. Ладья e1, слон d6, конь f4, f3. Теперь же белые хотят сыграть e5. И здесь, на мой взгляд, черные пока еще не совершили какую-то грубую ошибку, но дали белым возможность реализовать свой план. Они здесь сыграли конь e7, хотя, на мой взгляд, заслуживало внимание ход f7, f6. Дабы попытаться все-таки сохранить своего чернопольного слона на диагонали h2b8. Ну, в общем-то, белые все равно здесь могут сыграть e5. Небольшая тактика. fe, конь бьет e5. Да, на слон бьет e5 будет ферзь h5, и слон отыгрывается, и у белых, конечно же, серьезный перевес. За счет слабости черных полей. Но шахматы не шашки, бить не обязательно. На конь e5 можно сыграть конь f6. Конь df3. Белые укрепляются у коня. Ну, после короткой рокировки у черных, на самом деле, полный порядок. И, на мой взгляд, даже чуть приятнее. Они готовы сыграть здесь конь e4 и привести, в будущем, может быть, привести свой пешечный центр движения путем c5, d4 и так далее. Но здесь бразильский мастер сыграл конь e7. Последовало e5, слон c5, c4. Хотят сыграть конь b3, c5 и, в общем-то, ограничить черного слона в возможностях. Конь g6, ход довольно разумный, подготавливая поле e7 для отступления. Конь b3, слон e7, слон d2. Этот ход, в принципе, довольно неплохой сам по себе, но здесь можно было белым сыграть чуть сильнее. Можно было сыграть слон g5. Слон g5, конь g5, короткая рокировка, например, ладья c1. Пока белые хотят пробить на d5 и выиграть пешку после взятия на d5. Так как ферзь на c7 подвисает, приходится играть в ферзь b6, видимо. И после, например, конь f3 у белых небольшой на стойке перевес. Поскольку они могут как проявить активность на королевском фланге, например, сыграть h4. Потом попытаться пешку на h5 поставить. И также они могут сыграть на блокаду путем c5, конь bd4, ферзь d2 и так далее. Поэтому слон d2, ход вроде бы логичный, неплохой, но все-таки не сильнейший слон d2. Черные здесь продолжают играть довольно человеческим способом. Делают короткую рокировку. Хотя, на мой взгляд, здесь уже можно было и поактивнее сыграть. Можно было сыграть dc, конь a5, c5. И после конь bc4, 0-0. Черные также в полном порядке. Хотят они сыграть слон c6. Может быть, на d5 слона поставить. Развить одну из ладий на d8. Скорее всего, это будет ладья с f. И, в общем-то, на мой взгляд, у черных здесь хорошо. Но сыграна у нас была короткая рокировка. Ладья c1, белые все-таки пешку защищают. И позиция пока не вышла за пределы равенства. Но здесь черные допускают решающую ошибку. Которая, на самом деле, в глаза не бросается сразу. Последовал ход fb7. Ход, на самом деле, довольно человеческий. Довольно плановый. Черные хотят сыграть ладья d8. Ладья c8, c5. Привести свой перчатый центр в движение. И вроде бы казалось, что у черных все хорошо. Может быть, еще, кстати, есть где-то идея, связанная с ходом a5. При случае. Но, к сожалению, для бразильского мастера все его планы, в общем-то, рушатся в одно мгновение. Здесь. А надо было снова попытаться проявить активность. Сыграть dc. Ладья bc4, c5. И тоже здесь у черных. На мой взгляд, полный порядок. Также слон c6, слон d5 на повестке дня у нас. И, может быть, даже слон b5 еще можно будет сыграть в каких-то вариантах. Поскольку ладья c4 вышла. И черные могут этот темп использовать. Но последовал ход ферз b7. Как я сказал уже, что это... Как бы это ни странно выглядел, конечно, это решающая ошибка. И парагвайский гроссмейстер немедленно это обстоятельство использует. Он здесь играет h4. Великолепный ход. Конь g6 у черных не принимает участия в игре. Поэтому белые с помощью жертвы пешки развивают решающую атаку. Ну, черные забрали на h4 слоном. Не брать эту пешку, конечно, можно. Но никакой радости тоже не приносит. Можно было попытаться, конечно, сыграть f7 f6. Но после e, слона f6, h5. У черных, на самом деле, довольно здесь грустный выбор, куда конем отступать. То есть, например, конь e7, если сыграть, то как минимум белые могут пока сыграть конь c5. Ферзь c7. Могут включить здесь ход h6. Могут сыграть ферзь e2 пока. И забрать пешку на e6. По яйце тоже абсолютно выигранное. В общем, большой здесь выбор. На h5 можно, конечно, попробовать сыграть конь h4. Но здесь белые играют конь e5. Слон e5, ладей e5. И подавляющее поится абсолютно. То есть, грозит конь c5. Ферзь выходит либо на g4, либо на e2. Слон выходит на большую диагональ. И, в общем-то, дела черных плохи еще. С учетом того, что во всех вариантах, скорее всего, будет ход h5, h6, который раскрывает позицию черного короля напрочь. Поэтому черные здесь жертву приняли. Слон бьет h4. Конь h4. Конь h4. Ферзь h5. Конь g6. И здесь очень важный ход. Ладья c3. Вот для этого ладья на c1 и понадобилась. Она теперь переходит на h3 и создает угрозы решающие. Да, последовало слон e8. Проигрывает, конечно, сразу. Но позиция черных в любом случае уже безнадежная. То есть, можно, наверное, было сыграть ладья fd8, попытаться. Но после ладья h3, конь f8. Здесь, как говорится, не все пути ведут в Рим. Но, наверное, самый простой путь – это сыграть просто слон g5. Если черные, например, отступают на b8, то после хода слона f6 партия закончится довольно быстро. Белые сыграют ладь e3, ладья g3. И заматуют несчастного, одинокого черного короля. И все фигуры тяжелые у черных его бросили благополучно. Это, как правило, хорошо не заканчивается. Поэтому сыграно было слон e8. И здесь довольно партия легко закончилась. Последовало конь c5, ферзь e7, ладья h3, h6. И, в общем-то, казалось бы, что черные почти решили свои проблемы. Буквально им осталось сыграть f7, f5. И, в общем-то, мат они не получат. По крайней мере, ну, шахматы – трагедия одного темпа, как известно. Поэтому последовало слон бьh6. gh, ферзь бьет h6. Ну, понятное дело, что на слон h6, ферзь c5, например, белые заматуют с помощью хода слон g7. Слон g7, король g7, ферзь h7 мат. Поэтому после gh было сыграно ферзь бьет h6, f5. И здесь несложный, но важный такой штрих к портрету атаки белых – это ход конь бьет е6. Нельзя брать на е6 из-за мата. А иначе все выглядит довольно неутешительно. Последовал ход король f7, cd, cd. Здесь можно выиграть партию по-разному, на самом деле. Но парогольский гидроссмейстер выбрал самый практичный путь. Он здесь сыграл конь c7. И здесь черные сдались. На c7, понятное дело, нельзя брать из-за хода ферзь h7. Король e6, ферзь c7. И у белых лишний ферзь. И решающая атака. Можно было здесь попытаться сыграть ладья h8. Но здесь белые выигрывают как ходом ферзь h7 шах, так и после хода ферзь бьет h8. Конь бьет h8, ладья h7, король f8, ладья e7, король e7, конь бьет а8. Переходя в эншпиль с лишним качеством и несколькими пешками. Ну что сказать. Партия, на мой взгляд, довольно поучительная. Все-таки не так часто увидишь, насколько высока цена ошибки, казалось бы, в довольно простой позиции. То есть черные, по сути, поплатились за то, что они сделали один плановый ход, не прикинув каких-либо вариантов хотя бы на пару ходов вперед. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч и подписывайтесь на Часком.ру.